здравствуйте уважаемые друзья по необходимости пришлось вам изготовить этот фильм поэтому если я что-то здесь забуду вы мне пожалуйста потом напомните я смогу вам дополнительно это все объяснить значит ситуация сложилась следующим образом для моей работы мне понадобился бобинодержатель но мне понравился понадобился бобинодержатель тот который ну конкретно под мою работу но так как вы неоднократно спрашивали и многие советовались у меня стоит ли самому делать стоит при определенные условия давайте я вам расскажу немножко о бобинодержателях катушка бобинодержателях и вы потом для себя сделаете соответствующие выводы и для себя выберите сами что вам необходимо очень многие допустим чуть ли не ажиотаж вот по поводу керамических которые ну вот уже все лучше уже ничего нет есть такие вот как допустим индийского производства где просто вставлена трубочка слегка развальцованная с одной с другой стороны и обыкновенный металлический вот такой держатель есть еще вот такого типа тоже как бы с керамической вставкой скажу сразу непонятной керамической вставкой и есть бобинодержатель который я переделал значит было только лишь вот одна такая керамическая вставка которая была только лишь там где выходила нитка я поставил как вы видите вот сюда в эту точку шарик бусинку стеклянную также я все которые вот у меня были другие без керамических вставок я точно также приклеил сюда один одну бусинку здесь другую бусинку и также я переоборудовал практически вот здесь будет немножко плохо видно но будет видно прямо вовнутрь это вот та которая вообще была без ничего трубка обыкновенно развальцованная и все буквально бобинодержатели предназначены для чего-то значит многие рассказывают о том что бобинодержатель с керамической вставкой он практически не перетирает нить так вот друзья мои я не буду вам показывать но зачастую когда мы начинаем работать и у нас нитка движется вот в этой точке то как вы видите она уже здесь у нас взлохматила и дальше никакой приятного работы у нас быть не может но если я возьму не потому что я там как так буду хвалить свое или чье либо другое есть кстати вот обыкновенная вот такая развальцованная но хорошо отшлифованная я работаю в данный момент я вот распускаю нитку она скручена и я вот обычно вот так вот работаю так вот я нити распускаю до толщины 0 где-то 020 15 и практически никаких не проблем ничего нет то есть а все зависит от той аккуратности и от той нитки с которой вы работаете поэтому если я работаю вот нитка тоже ее толщина 0 0 15 сколько бы я вот так вот не крутил по своей вот бусинке как было так она и остается но скажу вам сразу все зависит только лишь от тех материалов с которыми вы работаете в основном вот такие которые с керамическими вставками я использую вот проволока такую тоже могу зарядить под проволоку но пока он у меня лежит все все другие желательно использовать только под нитку стеклянный пожалуйста используйте под проволоку значит я перехожу теперь к самому изготовлению нашего бобинодержателя как вы видите вот у нас я взял за конструкцию ту которую для меня приемлемо учитывая то что у меня есть токарный станок я взял немножко латунный вот такой будем говорить так пруток ну честно скажу это был стержень для поднятия клапана в бачке для смывания воды в туалете поэтому мне не захотелось брать и полностью вытачивать вот такую цельную конструкцию хотя это было бы в идеале ну сами понимаете выбрасывать такое количество латуни нет смысла поэтому я взял определенного количества по в диаметре вот брусочек латуни здесь если камера сможет попробую приблизить вам вот так думаю будет видно я просверлил два отверстия дополнительно еще это все на токарном станке с изменением центра тяжести вернее оси центра и под свою трубку подготовил под диаметр чтобы можно было вставить значит я не сторонник я изготавливал и запрессовывал и как только я уже не делал но мне это не нравится я всегда стараюсь так чтобы она без припуском входила не сильно затирала чтобы можно было добавить или эпоксидный клей или клей который как и обычно использую для вязания мушек но вопрос не в этом в чем самая основная суть вот у меня имеется как и у каждого из вас друзья мои такие наборы разных бусинок и обычно я беру для себя подбираю вот такую одну хорошую стеклянную это может быть французская немецкое производство или же допустим японская достаточно хорошего качества и как вы видите я специально изготовил здесь под этот шарик под его диаметр вот он становится вот так как вам видно с одной с другой стороны на клей и у нас готов уже практически бобинодержатель трубка которая не подтирается не затирается но давайте мы теперь с вами я начну и мои друзья мои так чтобы у вас не было потом никаких вопросов я вот для того чтобы было удобно вставлять в дальнейшем мне продевать нитку и выполнять все другие работы я попробовал по диаметру так чтобы они у меня проходили через нить и вдеватель потому что зачастую бывает настолько тонкая нитка с которой я работаю что вручную ее сложно но вот как вы видите она очень очень тонкая по сравнению с другими заводскими поэтому сложно ее вставить если не подобрать бусинку и что нам теперь понадобится нам понадобится игла желательно так чтобы игла была несколько вот это я с обыкновенной цыганской иголки изготовил для себя такую дабинговую берем одеваем теперь на нашу иглу подобрали мы с вами тот который нам необходим шарик оставляем его пока в покое берем теперь наш клей и буквально наносим капельку капельку лака клея то что у вас будет это вы уже подберете для себя сами на место наносим берем вот как берем капельку и буквально вот я наношу на кромку стараясь так чтобы у меня далеко не заходил мой клей внутри просверлил просверлил отверстие где-то 125 и вполне мне этого достаточно чтобы там проходила нитка нитка практически там ни с чем не соединяется и теперь самое важное мы берем с вами вставляем в трубку иголку мы с вами не отпускаем держим так чтобы она у нас была соосная слегка прокручиваем убираем от шарика как вы видите вот он стал строго по центру и никуда уже не денется мы с помощью вот такой с вами иголочки от центрировали наш шарик и точно так же друзья мои я переворачиваю и выполню с другой стороны желательно подождать пока шарики наши подклеятся но чтобы долго не тратить время так как нам еще нужно будет подготовить ряд материалов и часть я вам должен потом буду рассказать значит вот с небольшим припуском у меня выполнено два отверстия которые я буду 22 выполнено отверстие промазываю слегка вот так латунь клеем и начинаю запуск запрессовывать до того момента пока у меня не появится моя вот трубочка величину насколько нам ее это вы уже подберете для себя сами как вы видите часть конструкции у нас уже готова теперь переходим ко второму варианту вернее ко второму этапу я специально вот вам показываю это был карниз под проволоку которая нержавейкой достаточно хорошая пружинная сталь я здесь подготовил вот эти отверстия здесь я естественно уже с небольшим таким усилием чтобы они у меня входили но теперь нам остается только лишь с вами вымерять длину которая необходимо для нашей работы бобина держателя посадить на клей и теперь самое такое важное что я вам сейчас покажу это я вытачивал так ну сможете увидеть я думаю сможете вот такие я вытачивал конуса просверливал отверстие и ставил то есть так чтобы ничем не отличалась у меня от моего заводского скажу вам сразу лишняя головная боль которая никому не нужна я нашел у жены можно у бабушек можно где угодно вот такую бусинку но самое важное это то чтобы вот эта бусинка подходила у нас под нашу катушку не всегда у нас получается так что вот эти диаметры совпадают но учитывая то что я изготавливаю под определенный уже готовый диаметр вот вы видите у меня на не проваливается достаточно хорошо держит катушку для меня нет необходимости точить дополнительно с латуни тратить время только лишь остается потом подобрать вот как вы видите вот здесь она достаточно свободно держится я обычно беру подматываю нитку на клей и потом уже окончательно вот так вот она у меня этот бусинка останавливается давайте я все это подготовлю интуитивно это вам уже понятно и когда буду готов бобинодержатель мы с вами продолжим вот друзья мои как вы видите вот такой уже бобинодержатель готов с бусинкой с одной с другой стороны еще в клею поэтому сохнуть будет как минимум часов 8 но в следующем фильме вы его увидите уже в работе так как и я уже забыл какой из них здесь заводское какой я переделал сам поэтому изготовить нет проблем повторю еще раз сделал трубку внутри просверлил отверстие 11 25 под шарик с одной с другой стороны для посадки под его диаметр сделал выборку посадили на клей посадили на втулку во втулке отверстие вставили нашу проволоку пластмассовые бусинки ну естественно стоит не так как у нас магазине но не хуже любого керамического благодарю вас за внимание до скорых встреч друзья мои вставили